В этом видео расскажу о том, как пользоваться рандомизатором, или по-другому называют его еще уникализатор. Для начала покажу, какие есть функции. Первое, самое часто используемое, это выбор одного из вариантов. Мы в суммовых скобочках вписываем через палочку возможные варианты. Это могут быть цифры, могут быть слова, словосочетания, полностью предложения, в конце концов, целые текста. В итоге в готовый текст нам интегрируется один из этих вариантов, по данному примеру. Далее, это перемешивание. Логика та же самая, только мы используем квадратные скобочки. У нас получается перемешанный вариант. Можно также использовать другие значения, помимо цифр. Далее, если нам нужно перемешать через запятую слова, чтобы это была какая-то логика в этом, мы используем функцию. Так же самое, как перемешивание, только перед первым значением мы используем плюс, запятая, плюс. И наши слова или что-то другое перемешаются через запятую. Здесь даже мы запятаем. Вот. Также, если мы сюда поставим не запятую, а тире, то между этими значениями будет именно тире. Следующая функция у нас это перемешивание абзацев. Все то же самое, та же самая логика, только мы используем функцию плюс, слэш, эн, плюс. И наши значения будут перемешаны по абзацам. Часто используются для перемешивания характеристик или каких-либо других значений. Вот. Я на самом деле рекомендую усложнять рандомизацию только в том случае, если это реально нужно. Если вам нужно, как бы, если вы чересчур черным методом, да, постите, вам нужно реально сделать большое количество смысла. В таком случае, да. В большинстве случаев, на самом деле, это не требуется. Достаточно поставить артикул и изменить, допустим, там, значение размеров, там, или значение материалов. Этого достаточно, чтобы авито уже вас не блокировало. Далее есть значение title. Это у нас заголовок. Мы его вставляем в самое начало. Часто вставляют, вернее, это не обязательно. Это просто часто делают, чтобы не... Чтобы все это произошло автоматически и руками вам не пришлось в каждое объявление вставить заголовок в описание. То же самое касается цены, текущей даты и вообще дат там завтрашних, послезавтрашних, через неделю. Вернее, вчерашних, завтрашних и через неделю. Часто используют для акций, для времени поставки и тому подобное. То есть, ну, тем, кому нужно, точно найдут этому применение. Функция, которая убирает у нас пробелы. Мы вписываем все, что угодно между этой функцией и между значениями не будет больше пробелов. Пример. Писали. Таким образом, получу результат 1, 3, 1. Вместо 1 пробел 3 пробел 1, да. Далее, функция выделения жирным. На самом деле, это не функция рандомизатора, это функция самого Авито или в данном случае еще может быть Яндекс объявлений. Мы ее вписываем. Эта функция у нас сохраняется в готовом тексте. И когда мы на Авито отправим описание, Авито или Яндекс сделают этот текст жирным. Еще на Авито есть возможность делать выделение курсивом. На других площадках этого делать нельзя. Это, в принципе, все допустимые функции. Теперь, к примеру. Вот я на Авито взял первый попавшийся текст, вставил в него значения, какие они были до того, как человек прогнал его через рандомизатор. Он много использовал функции выделения. Сейчас это модно. Сейчас задача сделать как можно больше вовлеченность в прочтение текста. Это увеличивает конверсии и в дальнейшем увеличивает репутацию объявления. Оно приносит больше просмотров и так далее. Также человек использовал перемешивание абзацев. Также он использовал рандомизацию. Один из вариантов, получается, вот здесь он брал, чтобы сделать различные характеристики и артикул. Не скажу, что здесь правильно все сделано с точки зрения уникальности, чтобы все было уникально и с точки зрения вообще в принципе составления объявления. Но как пример пойдет. Также сам человек использовал артикул, убрал пробелы в нем. И в итоге у него получился вот такой результат. Магазин выделен жирным. Вся нужная информация по его мнению. Артикул сгенерирован. Видите, какой он был длинный. Получается очень много вариантов цифр, букву. И в итоге получаем вот такой вот вариант. Далее перейдем непосредственно уже к таблице. Здесь я вам покажу на примере, как работают все рандомизаторы. В принципе, на примере давайте возьмем этот же пример. Только мы добавим в него, получается, мы в него добавим заголовок. Далее в него добавим прайс. Сюда. И добавим все возможные даты давайте. Давайте мы их сделаем внизу. Вот, соответственно, давайте сделаем рандомизатор цен, рандомизатор заголовков. И рандомизатор непосредственно уже описания. Вот, и пока все будет готовиться. В принципе, 1-3 минуты приблизительно тратится на то, чтобы алгоритм пришел непосредственно и поработал с вашей таблицей. У него есть определенный ритм, да. Пока это все происходит, я вам покажу, как работает. В принципе, под каждым столбиком, да, есть описание, как и что работает. Если мы перейдем в рандомизатор заголовков, здесь возможные допустимые функции прописаны. И сразу примеры, чтобы вам было понятно. То же самое в ценах. В ценах, в принципе, только одна допустимая функция. И в описании. Все, что там я вам показывал, здесь все есть, как памятка можно использовать. Вот. Так же самое повторюсь, да, что функции выделения, да, они как бы сохраняются. То есть у нас в итоге вам текст они сохранятся, и только в Avid они передадутся, и там превратятся непосредственно в жирный или в курсив. Вот, собственно, подтянулись наши описания, заголовки и цены. А вот видно, что цены у нас получаются рандомные. Закроем рандомизатор. То же самое касается заголовков. Один из вариантов у нас, да, подтянулся. И если мы откроем описание, ну, мы, в принципе, так видим, что у нас подтягивается заголовок, как мы требовали, и цена, да, сразу к нам в описание. Вот. Если подробнее посмотреть, посмотреть можно два раза, нажав на ячейку, или можно, чтобы наглядно нам увидеть, растянуть командную строку. И посмотреть, листая вниз, видно, что меняется заголовок, да, цена меняется, перемешанные абзацы. Если мы лиснем вниз и посмотрим здесь, у нас стоят даты, да, которые мы требовали, и у нас меняется артикул. Мы видим это. Еще раз повторюсь, остаются обязательно у нас это артикулы для жирного выделения. Так же самое, если бы мы делали выделение курсивом, оно тоже бы сохранялось, и только уже на авито они превратятся непосредственно в жирный или курсив. Еще хотелось бы добавить, если вам нужно перегенерировать текст, то есть вы, допустим, что-то здесь поменяли, или просто хотите заново сгенерировать, чтобы даты были новые, или вы поменяли заголовок, да, и вам нужно, чтобы заголовок новый встал к вам в описание, да, то вы берете и удаляете всю информацию отсюда. И она заново будет сгенерирована. Соответственно, нельзя, если здесь заполнена ячейка, да, получить новый результат. То есть вот в данном случае эта ячейка не будет заполнена новым текстом.